Вот что важно, что если вы хотите, чтобы найти человека, с которым можно построить отношения, вы сначала должны избавиться от тех комплексов, от тех стрессов, от того внутреннего напряжения, которое у вас есть. Ну вот того, что заставляет этого человека быть каким-то особенным лекарем вашей души. Все ждут докторов души своих, а доктора ушли, ушли все. Поэтому, прежде всего, надо самих. Второе, даже после того, как вы такие, что у вас нет этого ожидания, что вас в отношениях спасут, сами отношения будут стрессом, сами отношения будут проблемой. И тут надо тоже совладать с этим своим защитным механизмом, когда интеллектуально, может быть, хочется идти навстречу, а внутренний – нить. Для этого нужно, понимаете, вот это, древние, понимаете, греки, я люблю греков, древних только, они говорили, учитесь властвовать собой. Звучит красиво, но непонятно. И вот самое главное, про что я бы сейчас думал, это про то, что раньше мы могли быть не заниматься собой, не заниматься своими эмоциями, не заниматься своими чувствами, потому что жизнь так была устроена, что нас все равно перекрутит, переломает и так далее, и мы все равно найдем, окажемся в какой-то ячейке, там вот как бы смириться, слерпиться, слюбиться. Знаете, раньше была такая пословица? Все так говорили. Это никто по такой вот безумной страсти ничего не происходило. Все очень разумно подходили к отношению. А сейчас что терпеть в мире соло, где все в одиночку живут? Вот, поэтому наша задача сейчас, она, если раньше жизнь вот так вот людей складывала, и несмотря на всякие разные проблемы там и так далее, были отношения, которые, в общем, очень, ну, как бы неплохими были по итогу, то сейчас наша с вами задача – это понять, что нам придется что-то с собой делать для того, чтобы нас кто-то в эти отношения взял, если мы их на самом деле хотим. Раньше вот для того, чтобы выдаться замуж, надо было кукошник надеть, вот это вот размалевать и ходить с приданым, вот, и чтобы родители договорились. Вот раньше. И ничего больше не требуется. Вот. А сейчас от нас требуется быть лекарями других, не слишком больными самим по себе. Ну, если я болен на 50%, и лекарь на 50%, то в целом там лекарь на 50% и больной на 50%, мы в целом можем сделать инь-янь, так сказать. Второе. Мы должны научиться проходить вот эту фазу труда в создании отношений. А она занимает год-три. То есть вот вы же, когда к отношениям подходите, вы перед этим свой мозг-то лет 25-30, так сказать, доводили до конвульсий-то, да, вот. А теперь вы что хотите за месяц, чтобы эти одни конвульсии с другими начали резонировать? Они могут резонировать только в этот, в этот, в разрыв. Вот. Поэтому, конечно, надо года три вот этого последовательного обвыкания, принимания, поддержки, формирования доверия. Это вот, когда люди влюбляются, доказано научно. 19-го исследование года, нейрофизиологическое, исследовали мозги влюбленных. Вот. Посажали их в этот, в ФМРТ, функциональную магнитно-резонственную томографию, и смотрели, какие у них включены области мозга. Вот. И у них вентральное ядро под крышки включено. Вот. И. Что же там еще-то? В общем, да, стриатум. И у них дофамин вырабатывается в зонах удовольствия. А в префронтальной коре, которая решение принимает, тихо. То есть, удовольствия навалом, ума нет. Вот. Это влюбленные. Вот. Они на этом состоянии, так сказать, и доверие, понимаете, и все. Как только дофамин начинает снижаться, префронтальная кора начинает включаться, возникает вопрос, во-первых, что я здесь делаю? Да? Ну, это первое такое. Это как после вечеринка закончилась, на утро пробуждение. Вот. Что я здесь делаю? Вот. И когда вы это смотрите, то дальше кажется, что вы даже передали кредит доверия. Вы, кажется, как-то вы даже были слишком более доверчивы в этом. И как-то все. И дальше вот этот период постепенный, когда вы начинаете заслуживать доверие не потому, что у вас потерялся этот префронтальный область мозга, а потому что вы действительно что-то друг к другу такое делаете, что после этого у вас возникает уже прилив эндорфинов таких, которые говорят, что да, это будет и поддерживать, и поймет, и защитит, и как бы поддержит на дипломатическом банкете, и не будет осуждать, если что-то это, и так далее. И вот этот процесс, вот он дальше начинается. И вот почему нам так нужно учиться. Свои вот эти эмоциональные состояния, которые нас, с одной стороны, делают очень привередливыми в отношении отношений, вот, а с другой стороны, которые срабатывают как такие инстинктивные, какие-то защитные механизмы, когда мы все-таки входим в отношения и претерпеваем этот период взаимного, как бы сказать, вхождения. Почему так важно это делать?